Беговая дорожка стадиона на некоторых участках пришла в полную негодность. Но это лишний раз напоминает, что легкая атлетика в Шадринске в почете. Качественно тренироваться спортсмены смогут осенью. На торпедо идут работы капитального ремонта. Видимые приятные изменения уже произошли в административном здании спортклуба. Поделился радостью с главой города директор стадиона. Заменили прогнивший деревянный пол, сделали хорошую светлую плитку, положили стены, совершенно преобразились, потолок, освещение заменили. Но я думаю, что в любое время заходить будет уже приятно, светлое. Мне кажется, даже он больше стал как будто визуально, потому что простор добавился, и свет. Вот от мрачных, вот от старых всех красок мы вроде как ушли и надеемся, что это светлое пятно будет и способствовать хорошему настроению, результатам спортивным, и просто позитив какой-то внесет в нашу жизнь. Многочисленные перемены отметила Людмила Николаевна. Даже на первой стадии начавшихся ремонтов. Такого разительного преображения здесь не было уже 20 лет. В этом году у нас наше крупнейшее в городе предприятие, акционерное общество, сейчас отмечает 75-летие. В связи с этим, с руководством завода и руководством УГМК, удалось договориться о капитальном ремонте помещений стадиона, о капитальном ремонте части дорожки на стадионе, значит, беговой, потому что она уже сколько, 12 лет? Нет, 9 лет. 9 лет лежит. А здесь идут усиленные тренировки, значит, здесь и детская и юношеская спортивная школа тренируются, и пединститут здесь, и Зуральский колледж физической культуры. Поэтому нагрузка большая. Дорожку 9 лет назад стелили специалисты Волгоградского предприятия «Эластомер». Они и приступят к ремонту в середине июня. Замене подлежит 500 квадратных метров покрытия. Все остальные работы выполняет шадринская компания ООО «Витострой». В административном здании уже заменена входная группа, тамбур утеплен и подготовлен для маломобильной группы населения. Будет и пандус. Отремонтированы раздевалки, гостевая комната, конференциал для судейского корпуса, начата работа в помещении мотокоманды и их мастерской. Здесь неоценимую помощь оказали руководство, еще раз повторюсь, УГАУМКа и Акционерное общество, автоагрегатный завод. Просто отдельное им огромнейшее спасибо, хотелось бы сказать. Естественно, это будет память о ремонте стадиона в честь 75-летия завода, поэтому, конечно, оно останется все это в памяти и в благодарности. Заканчивая визит в спортивный комплекс, глава города озвучила сенсационную для Шадринска новость. В феврале 2017 года «Торпеда» будет принимать спортсменов и гостей со всего мира. Поступило предложение Российской Федерации спидвея о проведении у нас в городе чемпионата мира. Наверное, главную, основную роль сыграло то, что все соревнования, которые проводились в нашем городе по спидвею, они все были организованы на высочайшем уровне. Конечно, это, ну, здесь совместная, наверное, заслуга и стадиона, значит, и администрации города, администрации завода, ну и шадринцев, в конце концов, потому что ни одно соревнование по спидвею у нас не обходится, чтобы где-то были пустые места или были трибуны не заполнены, правда? Поэтому у нас шадринские спидвеи любят, а любят очень тех ребят, которые занимаются спидвеем. Они у нас, ну, на особым счету будем говорить. Ну и потом все равно считаем, что шадринск – это все равно, спидвея – это один из основных видов технического спорта у нас в городе. Поэтому очень рады. Валентин Чемпионович. Ну, да, я добавлю немножко. Вот я считаю, наверное, то, что поступило в предложение, как это, это оценка нашей 50-летней работы, скажем так, всего города, и автогрегат назад, и спортсменов, то, что за всю эту длительную историю мотогонок на льду в Шадринске всегда мы получали практически только положительные отзывы. Никогда не было никаких срывов, ничего. То есть и болельщики заполняют полную трибуну, всегда находятся. Спортсмены о нашем льде, о нашем уровне подготовки отзываются только в превосходной степени, потому что нравится все наше гостеприимство, наша организация, наши все технические моменты подготовки. И вот, наверное, как сказать с того, что прошлый год у нас все еще продолжается, 50-летие шадринского спидвея, и вот в январе месяце мы провели также финал чемпионат России по мотогонкам на льду, который получил, наверное, одни из самых высоких отзывов, самых лучших. 3000 болельщиков готов принять наш стадион на чемпионате мира по спидвею. А пока в летний период предстоит освоить 2,5 миллиона рублей при проведении капитального ремонта. И новые спортивные успехи шадринцев уже не за горами.